Здравствуйте, друзья! Сегодня для нас знаменательный день. Мы начинаем второй сезон. К этому дню мы готовились несколько месяцев. Даже сложно поверить, что прошло полгода с того момента, когда мы первое наше видео в конце октября опубликовали. И такой присутствует сегодня небольшой мандраж, переживания, как у нас получится. Постараемся в этом сезоне сделать все гораздо лучше, профессиональнее, качественнее. И интереснее. Сегодня мы в гостях у семьи Лобановых. Это известная семья в нашем содружестве поселений. Они занимаются активно общественной деятельностью. Они занимаются организацией ярмарки в нашем содружестве, которая два раза в год проходит. Они занимаются активно растениями, множеством других проектов. Это семья, которая из нескольких поколений состоит. И у них, я думаю, что мы увидим очень много красоты, очень много интересного на их поместье. Пойдемте. Субтитры создавал DimaTorzok Извините, дорогие хозяева. Мы в первый раз, у нас все долго получается. Доброе утро, дорогие гости. Дорогие гости. Рада увидеть вас в нашем поместье, которое, наверное, уже можно сказать поместье, да? Да, поместье. Не просто участок. Благодатная земля, я бы так назвал. От которой уже трудно ехать. Приглашаем вас на чаепитие. В нашу беседку. Начнем с беседки, да. Прошу, беседка у нас рядом. Самоварский пел. Первый вопрос, который интересен, как вы пришли к этой идее, предысторию, вот, ну, вкратце, там, да, вот. Вашу, может быть, биографию, да, там, вот. Ну что ж, давайте с меня начнем, значит. Родился в городе Иваново, где жили мои родители уже. И живут. И живут до сих пор. Мама жива. Так, закончил школу, энергоинститут специальности инженер-электрик, московодник. Ну и далее моя судьба сложилась. Направили меня сначала в Тульскую область. Там провел какое-то время по распределению. А впоследствии я поменял на Подмосковье, город Истра. Да, ты только добавь, что ты уже был женатый. Я еще в институте училась. Поэтому я тебя направила в Подмосковье. Электротехнический институт. И провел там основную свою трудовую деятельность в городе Истра. А я из Коврово, Владимирской области. А поступила в это в Ивановский текстильный институт по специальности конструктор-технолог одежды. Все говорят, это город-невеста, а я там нашла мужа. Все наоборот, как бы получается. Вышли в замуж еще в институте. И вот в прошлом году у нас было 45-летие уже свадьбы. Ух ты. Уже большой стаж. Да, очень большой. И нас направили под Москву, где мы все время очень удачно проживали. То есть просто не было проблем даже с жильем. Сначала нам дали однокомнатную квартиру. Потом без снятия с очереди трехкомнатную получили. И она у нас до сих пор там числится за нами. Младшая дочь там живет. Но туда совершенно не тянет. Хотя место там совершенно хорошее. Окна выходят на Новосаримский монастырь, на берегу речки Истре, около станции. Места вообще экологически очень чистые. Опыт у нас большой, работа по ландшафтному дизайну. Так как вот, когда началась перестройка, мы закончили курсы по ландшафтному дизайну, по зеленению, потому что там были одни дачи. И это было надежно. Мы с подругой решили, она биолог, и она посоветовала. Мы с сетрою закончили. Володя учился в институте землеустройства по ландшафтному дизайну. Я в другом месте. И, в общем, можно сказать, с прошлого тысячелетия. Начали мы свой питомник. Потом точки у нас торговые были сразу, чтобы продавать. И когда мы сюда решили, да, книги мы прочитали, жалко, в 99-м году. Вот только мы продали участок 6 соток и купили дом в деревне. Это под Волоколамском, недалеко у Иосифа Воловский монастырь. И это... Где у нас наши танкисты встретили? Вов... Как место называется? Панфиловцы. Гира Панфиловцы. Разъезд Дубосекова. Вот рядом между ними. Толя, она лезет? Да, конечно. Постоянно рядом. Места там очень хорошие. Речка Каменка, как русская Швейцария. И деревня такая дикая. В смысле, окруженная лесами. Но хотя там немцы были две недели. Вот. Но когда мы прочитали, мы поняли, что нам там не удержаться. Мы сначала пытались, делали попытки среди соседей организовать что-то типа вот поселения. Но там все родственники. И у них какие-то старые свои связи, которые никак не... И мы стали искать этих своих соратников. Поняли, что нам надо только. И стали ездить в Москву. Познакомились со многими. И с медиком. Тогда познакомились с Сашей Лариным. Вот в один кружок. И мы, значит, решили большой компанией сразу пойти в поместье. И первоначально мы взяли землю в Тольской области. В Славном, да? По-моему, Славном назывался. В Славном. Два года мы туда ездили, но ничего не получалось. Там какое-то такое место между деревнями. И только осенью посадим живой изгород, в другой весной приезжаем, и ее нет. И ни колосков нет. Ничего нет. И мы поняли, что что-то как-то неродное. А потом вот узнали, что здесь, да, и по дороге мы познакомились с Юртаевым Владимиром Семеновичем. И он нам помог выйти вот на это место. А тоже очень прям цепочка случайности такая, что просто никогда не спутаешь. Вот он сказал, что вот есть вот ладные, но уже все участки, уже все распределены, мест нет. Но вот есть одно место, где сейчас стоит Дом творчества, но там его никто не взял, потому что он такой не очень хороший. И мы подумали-подумали, да мы его оба устроим, у нас опыт есть. Приехали на другой день, в этот момент на этом месте проходит общее собрание, снимают бронь с двух участков Мегре. И вдруг ни минуты раньше, ни минуты позже они нас увидели. И говорят, а вот и люди. И сразу эти места нам отдали. Получается, то, что планировали Мегре, досталось нам. То есть, это удивительно. Вот вы два участка сразу взяли, да? Да, мы взяли два участка. Нет, это сначала Маша, где у нас старший. Маша два участка, и мы два участка. Нет, там присоединили потом. Сначала мы по участку взяли. И начали сразу, в пятом году начали выкапывать пруд, сажать фруктовые деревья. А с седьмого года, в шестом году мы купили вагончик, в котором надо жить, переночевать. А потом мы, я начала, если мы не начнем сразу жить, то долго не начнем, потому что деньги приличные платят за ландшафтный дизайн. Вроде бы это не хочется. В общем, мы решили начать. Володя еще работал в городе год или два. Два года я работал. Два года я здесь одна. Потихоньку он приезжал, только там на выходные его. Ну, вы как, да, у вас получается такой еще логичный, конечно, переход, ландшафтный дизайн. Да, техника у нас была. Мы когда сюда приехали, у нас какая-то техника была на бок. Культиватор был прекрасен. Культиватор, косилки, тревера. Мерликосы были. Ну, что-то, в общем, не так мы прям напрягались. И, главное, опыт был. Мы делали дизайн очень богатым людям в Подмосковье. А богатые люди, видите, кто оказывается? Те, которые занимаются транспортом. Значит, начальник авиационной транспорта и компании. Денег просто немерено. Значит, генеральный директор софтрансавта, который занимается... В общем, слава богу, мы со всеми подружились, они до сих пор. И они нам помогали даже покупать технику подешевле и качественную. Вот мы им делали так вот. Ну, в общем, еще несколько человек. В общем, посредники зарабатывают у нас очень хорошо на Руси. Начинали мы с небольшого вагончика, который удачно приобрели. Этот вагончик был предназначен для бани, как банный вагончик. Мы его переоборудовали. Значит, сделали зоны, значит, кухни, спальня и прихожая. Значит, следующий год мы его расширили, построили еще пристроечку, сделали для творческих всяких занятий. И прожили на этом, в этом помещении года четыре, наверное. Около шести лет. Это удачно оказалось, да? Да, очень удачное приобретение оказалось. Помещение маленькое, но творчество это не мешало. Ага, ага. Я не начала заниматься лоскутной техникой. Очень много шила. А какой размер вагончика? Вот еще раз, три секции. А, вагончик шесть на два, наверное. Шесть на два, и даже вы три секции умудрились туда? Ну, не знаю, зайти, показать себе. Да не надо было. Я просто в общих чертах, чтобы понять. Это, в принципе, такая получается модель для начала, когда если денег не очень много, а хочется побыстрее, ну вот, да, отличный вариант. Отличный вариант. Первое время, да. Слушайте, а какой вот год-то все-таки вы прочитали? В каком году? Прочитали мы в 99-м. Я так и слышу, как вы говорите. Я даже думал, кстати, славные у нас друзья там живут, вот, ну, им нравится, может быть, потом как-то изменилось с соседними деревнями, вот. Ну, мне казалось, что славные чуть попозже появилась, а она оказывается тоже, что там с какого-то года, до 2001 года. Люда Белолепецкий, Тамара Лобана, вот на этом же поле мы взяли. Нет, тогда родовой, наверное. А, может, родовой. Родовой. тогда еще. Да. означально родовой. Тогда параллельно все организовывались, тогда родовой. Ну, вот вы просто буквально сразу начали искать, да? Практически, вот сразу. То есть, мы сначала познакомились, у нас были общие праздники, концерты, выступления, мы все-то везде ездили, напитывались этим духом, осмысливали еще все, что сказано в книгах, а книги читали на одном дыхании, со слезами на глазах, да? Ну, да, да. Да, книги очень быстро прочитали, они настолько нам вошли в нашу душу довольно быстро, ну, как-то легли на благодатную этому. Ну, вот если, вот мы сейчас, в принципе, уже плавно подошли к самому участку, как бы, к началу его освоения, вы помните, да, я вопрос, как раз, как бы, ну, ключевой вопрос наших видео, да, что бы вы сделали так же, что бы сделали по-другому, если заново начинать, вот в смысле первоначального освоения, вот если бы вы сейчас вот эти участки заново начинали, что-то по-другому бы сделали, вообще, с чего бы стоило бы начать? Ну, вот мы думали, думали, вот в наших личных ошибках, ну, грубо говоря, ошибок не было, потому что мы были подготовлены, а в целях поселения, вот здесь бы я бы немножечко, как бы, ну, не то, что критика, а вот что-то изменилось, как поселение организовывалось, как поселение организовывалось, ну, ну, раз мы коснулись, в принципе, у нас этот вопрос был еще, если есть, что рассказать, давайте, ну, вот, как-то вот и наше поселение, по-моему, давали всем, кому, ну, это одно из первых, и очень много давали, без всяких критериев, и вот сейчас, когда нужно уже развиваться, пройден большой путь, уже сколько, с третьим годом мы здесь, а есть участки, которые как-то, ну, не очень сильно развиваются, ни предпринимательства, потом было очень много, это много одиноких мужчин и женщин, и как ни странно, за это время не создавалось ни одной партии, все, кто пришел, как одинокие, вот, и предпринимательством никто особо не хочет заниматься, все почему-то считают, пробежит белочка, покормит, ну, сейчас это все вроде бы более-менее отошло, да, но еще до сих пор очень трудно выдохновить, потом очень много у нас вещей, таких связанных, как с проведением, значит, организационных мероприятий, всяких собраний, и где трудно очень решить, у нас участок, у нас поселение очень большое, 100 практически неуправляемые, если собираться раз в году и обсуждать какие-то наболевшие проблемы, то, в общем, к единому мнению, за один раз, это точно не придешь, хоть копные права применения, хоть десятского, хоть сотского, но нереально, и, в общем, мы поняли, что надо объединиться по интересам, у кого-то есть такая идея здравия, насчет обратился к друзьям, которые его хотят поднять, если нужны деньги, собрали, скинули, сделали, а всех подряд, под единый знаменатель, очень трудно подвести, вот у нас есть опыт Сарафанова, вот Сергея, по-моему, с Ярославской области, когда у них 12 или 13 участков, и то они в какой-то момент чуть не рассыпались, потому что применяли принцип, чтобы все, значит, сто процентов были за, ну, получилось, что у них это не совсем сработало, это практически нереально оказалось, очень трудно, а когда сто процентов в большом поселении, вот это очень сложно. А что вот все-таки поконкретнее, вот что вам кажется, стоило бы, вот у нас, например, по-другому сделать? Ну, вот, значит, я бы организовала, значит, это постоянно действующий, ну, комитет, это работающий групп, группу назовем ее, то есть представители со всех поселений, значит, которые вырабатывают стратегические планы, и, значит, то же самое на других поселениях, то есть вот, концепция развития всех поселений, вот, допустим, в последнее время, значит, много у нас было споров по присоединению к деревне, вот Дима Федай начал делать, мы здесь все переругались, почти что все отказались, потому что решили, что все ждут закона родовых поселений, а жизнь так повернула, что, ну, наверное, в ближайшее время нам его пока не дождаться, и присоединение к деревне, мне кажется, это более правильный путь, потому что это у нас ничего не изменилось, что там, что мы изменили свои идеи, не изменили, но, по крайней мере, это администрация, нас бы это как-то немножечко спасло этот нападок. Когда мы были у Смирнова, у главы, у губернатора района, он сказал, что, он уже, вернее, было понимание, что раз настолько сгоняет и согнать не может, значит, за нами что-то есть, он вник, но подчиняется высшим властям нашим, и поэтому он просит, чтобы как-то в рамках закона привязаться. Вот наше ладное, там было лоскутное одеяло, я не могу с ладом работать, а вот заветное, мирное, они там получилось организовать, и вот сейчас на финишной прямой, я так думаю, что заведут, и нам надо точно по их следам идти. Ну, я так, ну, вкратце резюмировать, ты говоришь, значит, что на старте нужно самоуправлением, да, вот такими вещами прям заниматься более плотно, то есть продумывать какую-то структуру, то есть у нас, конечно, получилось тут, что, ну, мне так кажется, что вот когда там продавали там землю, то есть, как бы этот вопрос не сильно волновал, да, и получается, мы тут уже сами, то есть, как бы, выплывали, как могли, там, вот, ну, хотя все равно, то есть вот на самом деле вот на Ланнам, то есть в доме творчество появился, то есть, ну, как бы вот сравнивая, я все время говорю об этом, тоже сравнивая, например, с деревнями, да, где такие инициативы, ну, практически не появляются, вот по моему опыту, очень мало, то есть у нас все-таки это, ну, происходит, там, как-то дороги были построены, мероприятия проводятся. Ездить, собраться, провести, хоть в таких комфортных условиях, но все равно, очень демократично, там каждый приходит, кому надо топит, свет у нас тоже там как-то решался по необходимости, но вообще все более-менее было. Вообще с трудом представить, если бы у нас его не было бы, да? Да, да, да. Это вообще, пускай так, по стакану. Это замечательное совершенно, да, вот то, что домик творчества, удалось построить, на ладном, это очень здорово. И практически за копейки, там денег было, не уют, я вот вела бухгалтерию, там что-то 200, но не больше 300 тысяч, это вот конкретно покупки, стальной, а все работы бесплатные практически, и люди давали стройматериалами и только надо было просто организовать и потихонечку смогли это сделать, слава богу. Детскую площадку, спортивную площадку, да, немножечко. И хотелось бы дальше так вот развиваться, там посадили мы какие-то посадки, любовь из кедров, потом сделали большую площадку из дубов, которую каждая семья сажала в один день и размечали там по определенному ритуалу. Слава богу, мероприятия, там все время какие-то мероприятия, особенно зимой. Там и сады были заложены, четыре сада. И сады, да, и сады сливы, грушевые, яблочные, вишневые, пруд выкопан. Планируем там сделать навес над этим прудом и сделать такую площадку концертную. Ну, как вот по подобию проводится в Тольятти, когда на гитара так выдвигается, люди бада выступают, а на той стороне, скамейки, люди слушают. Что-то вот так хотелось. Ну, навесик сделать со временем, подсветку. Ну, да, мечты. Ну, сделаем. Если бы сейчас отработал скамейский, это пошло бы очень даже, наверное, хорошо бы. Ну, хорошо, возвращаясь вот к участку. У вас залесенный был сейчас? Не очень, да? Очень, очень. Очень залесенный, да. Вот где мы сидим, это были просто вот такие. Березовые были, аллеи. В общем, каждые, наверное, девятнадцатые оставили. А между аллеями были такие вот участки земли. Ну, правда, они очень узкие были. Ну, вы сразу начали прореживать их? Нет, не сразу. Ну, огород надо было создать, а больше нигде. Начал здесь, мы спилили, что-то пересадили, если же там что-то было приличное. Ну, а вот сейчас бы вы бы сразу бы начали провешивать? Нет. Нет? Потихоньку. Как осваивать? Потому что нужна тень, нужно где-то отдохнуть, нужно где-то чтобы грибы росли. Потому что, когда идешь утром купаться, здесь там березовики, раз, берешь на завтрак. Первое время было очень удачное сочетание вот этих аллей березовых и участков пошли. Ну, значит, у вас не было все-таки, ну, такого... Залесенности не обустой. Как у вас не было? Нет. Потому что у нас, да, у нас в некоторых местах вообще невозможно было пройти. Да, да, да. У вас просто мелкий такой березняк. Все настолько насыщенное. У нас было, да, полянками какими-то, да. Ну, то есть, если так у вас, то действительно. Ну, а вот следующий тогда вопрос, вот в плане зонирования, вот сейчас вот вы уже, наверное, тоже понимаете, какие вещи, да, там, северное, южная часть вот эти вот, но что вот вы сделали по-другому бы что-то, может быть, сделали сейчас или сделали хорошо тоже, но учитывая ваш опыт? Ну, мы сразу ставили этот акцент, что у нас около дома, но дом, у нас дом еще появился только в 16-м году, а жили мы долгое время в вагончике, но мы понимали, что дом будет именно здесь, и решили эту зону сделать партерной, поэтому мы обсаживали, значит, с одной стороны, у нас стили русской усадьбы, там, газон, травы, там, плетень, какие-то, ветла, плакучие ива, вот в этом месте зима японского садика, в другом месте огород, ну, в общем, чтобы, допустим, ну, все, не успеваешь все делать, но когда пострижешь газон, все начинает играть, как будто бриллиант обработанный, вот он постриг, и сразу прям так хорошо становится в душе, ну, где-то там что-то не успел, ну, что ж, все не успеешь, в общем, мы так и думали, значит, а далеко мы поставили первоначально теплицу, теплицу, потому что она сначала вызывала, это, какое-то раздражение у некоторых, неприятие раздражения, вот растения должны разговаривать с луной, со звездами, ну, ладно, спрячем ее туда, но когда пришла весна, и надо там подтапливать, ночью бегать по воде, по снегу, то мы потом ее перенесли, потом... Ну, вот, по поводу пруда, по поводу пруда, конечно, мы в первую очередь задумали пруд выкопать, ну, мы и первые, и первые сделали, площадь где-то около двух соток, не менее, чтобы он был полноценный, чтобы свой был микроклимат, и решили пруд сделать вот на этом участке, то есть, в стороне от дома, может, далековато немного, может, было близко, там водоносный слой был, там водоносный слой был, и он у нас сразу заполнился. А как вы определяли, что водоносный слой? Рамками. У нас рамки были, это легко определить, довольно, самим можно, и людей приглашали, в общем, убедились, что там действительно вода, находится довольно высоко. И копали его в ноябре, как раз очередь подошла тут с трактором, а у нас в этот день, день как раз был 30-летие свадьбы, а мы нам даже перенечевать нигде, потом мы как-то, Молчанова нам дали возможность там перенечевать в общем домике, а так снег лежал, мы тут бегали, что-то пересаживали, что в зону затопления, значит, колышки, и он копал 3 дня. Зато по весне он почти полный был. Это удивительно, за один год, и вода такая голубая-голубая, но сейчас надо просто, вот этот навал земли, мы планируем в этом году сделать террасу из него, на втором пруду, который мы выкопали, как технически для поливки, мы так сделали, так удобно, то есть там уже круто не посадить арбузы. А сначала просто как бы, да, просто землю навалили, да, ноябрь, да. Хорошие земли, правда, в одно место, это плодорадное, в верхнем свете. Да, да. Это важно. Площадь пруда около двух соток, в виде фасолины, и такой сделали еще с одной стороны, такой типа полуострова, такого участка. Благо тут, это экскаватор был, и многие стали рыть пруды, все было под рукой, и оперативно довольно. Значит, необходимость пруду, это известная истина, то есть это пруд, мы планировали изначально как, ну, для разведения рыбы, так, и также использовать как водоем для купания, то есть многофункциональное назначение пруда. Пруд был, площадь пруда была около двух соток, глубина пруда где-то около трех с половиной метров, этого достаточно вполне. А вот это вот сейчас, извини, пруд, вот он, в какой вот стороне участка находится, то есть где мы сейчас? А, ну, это более западная часть, это западная часть участка. Потому что здесь уже, насколько я понимаю, здесь, наверное, уже близко граница, да? Да, рядом, соседи там, да? Вот, значит, пруд был вырыт, сначала было такое предварительное обследование, значит, с помощью рамок определили, что это место благоприятное для создания пруда. То есть вы промыскали такое место? Да, рамками прошли и почувствовали, это очень легко делается, без проблем. И это место было заложено как пруд. У вас летом сильно уровень воды падает или нет? Да, вот в прошлое лето, значит, уровень воды упал где-то на метр. На метр упал, но при глубине пруда там 3 метра, 2 метра осталось, то есть вполне... Да, вполне, да. Сносно. Потому что у многих, значит, не у многих, а у некоторых, значит, неудачная планировка пруда приводит к тому, что он теряет воду и приходится рыть в другом месте. Ну, это, возможно, еще, то есть вот какие-то слои проходят, через которые вода утекает, да? Вот как я помню, такой опыт есть, да? Да, это зависит от структуры почвы, как, безусловно. И вот эта наша почва, это супесь, что-то среднее между супесью и суглинком, и сочетание, значит, песчаных слоев. Вот она очень благоприятна для создания пруда. Навалы земли вокруг пруда мы специально сделали, с учетом того, что будем использовать эти навалы как террасы. А вы плодородную почву, вот когда копали, сохранили? Да, плодородная почва, вот у нас на этом участке схранилась. А вот эту почву? Мы ее используем, да. А, слушайте, молодцы. Молодцы, это очень здорово. И это плодородная почва. То есть это верхний слой, который более-менее, значит, благоприятный. Ну да, получается, вы ее можете использовать в любой момент, когда захотите. А вот эта вот глина? Это уже, да. Вот это и эта глина, да? Суглинок, да. Суглинок. Но вы как-то еще здесь планируете, да, там немножко ее... Да, конечно. Вот эту зону, эту зону, значит, с навалом земли мы хотим сделать планировку и создать здесь тоже два уровня. Два уровня земли для посадок растений. А какие будете? Тут садовые какие-то, да? Или что? Да, здесь можно сажать... Или декоративка? Да, много можно еще сажать. И тыквы, и кабачки. А, и даже огородные, да? Да, огородные культуры. Можно сажать здесь клубнику. Нет, ну просто, может быть, вы уже... Теплолюбивые можно, которые здесь зона такая, она закрытая от ветров, довольно такая благоприятная. У нас вообще неплохой очень грунт, оказывается, суглинок. Это очень хороший он. В плане развития растений, в плане очень удобный. И как водоносные слои тоже пропускает. То есть, есть песчаные, значит, прослойки. В этом плане все очень хорошо. Ну, когда мы сдавали анализ, здесь недалеко Вяткин находится, по составу микроэлементов, мы узнали, что здесь у нас фосфора ноль. Азота ноль, то есть, вот последние годы перестройки, да. Минимум, азота минимум. Там, значит, все выкачали из этой земли. А калия минимум. И земля была вся спахана, покрупная, по мелкому уже. И когда мы поднимали документы, вот в этом комитете, там, значит, уже было отмечено, что даже картошка уже здесь не росла. То есть, колхоз сажал, но уже ничего не вносился. Поэтому первое, что я рекомендую всем, значит, обследовать все соседние территории на предмет брошенных ферм, где можно взять землю, если, допустим, еще трудно покупать. Вот это мы всегда с этого начинаем. Начало все обследуем, червячков завезем. Да, кстати, мы завели сначала червячков калифорнийских, вот эти старатели, фирмы Гринпик. Мы там прошли небольшое обучение, я сама оттуда и фирма там. Это город Коврова, мы там немножко, да, мы привезли оттуда, мы создали для них условия, они все лето у нас трудились и очень эффективно. Но зимой, как мы не укрыли, они у нас или убежали, и кто-то съел. Но все равно черви появились. А вначале, когда мы сажировали, их вообще не было. А сейчас уже такие жирненькие. То есть, вот это, насчет лодородия надо над этим работать. И еще, значит, это пока сидим здесь, значит, сразу надо построить этот погреб. Погреб, это большой стимул для врачей и урожая. Потому что многие хранятся там в вагончике, подмерзают, а когда бывает хороший погреб, где не подмерзает, то, пожалуйста, у нас всегда есть все овощи. Ну, про погреб мы будем, да, спрашивать у вас тоже. Надеюсь, вы это покажете. Один у нас погреб мы построили за три дня из трубы. Труба вот такая вот пластиковая труба, диаметр метр, а длина где-то метра около полутора метров. Да это не важно. Просто заклинили его с двух сторон и сделали тамбур. Трубу положили. И насыпали земле. Это может сделать любой, в том числе и из водосточных вот этих колец. если, допустим, времени не хватает и бюджетный еще получился. Ну да, получается. А потом уже достроили, уже заливали бетоном. Можно даже двухметровые кольца взять так и себе, заморочиться. Там можно даже в рост будет ходить. Да, 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 конечно. Вот. А как площадку использовали просто дверь, что интересно. Она подошла очень... Ну, ты покажешь лучше. Ну, я покажу по месту, да. Значит, пластиковая труба, которая лежит на земле. Диаметр около метра. Вот. Точно вот где-то вот так вот, да? Да. И в этой трубе, значит, мы разместили дверь. Она как раз подошла очень удачно. И которая служила как полочка для консервов. То есть, просто положили туда дверь и на дверь клали, да, эти заготовки, да? И первое время он нас буквально выручал. Ну, опять же, получается вариант, как сделать очень быстро, очень недорого и при этом эффективно решить вопрос вот первоначального хранения. Вот. Каких-то... А вы, получается, ну, только заготовки или что-то, какие-то овощи тоже здесь умудрялись хранить? Как это у вас было? Нет, это для заготовок. Только для заготовок. Это для заготовок. Здесь у вас... Она, конечно, была неудобная для овощей. Но для погреба, что необходимо, это обязательно пристройка небольшая, прихожая должна быть. Чтобы можно было... Ну, отсекать холод, да? Отсекать холод, да. Вот. А в дальнейшем... А в дальнейшем нам потребовался более серьезный вариант погреба. Значит, мы сделали опалубку. Ага. И этот вариант можно назвать утепленный вариант. То есть, выглядит он вот таким образом, значит... где-то длина метра, метр четыре, ширина где-то два с половиной метра. Ага. Слева и справа находятся полочки, отсеки для хранения овощей. Ну, и прихожей, как обычно. Для погреба очень важно это поднятие на уровне земли где-то сантиметров на двадцать. Это, чтобы не заливало, и чтобы было сухо. Ага. И вот эти два варианта погреба нас устраивают вполне. Ага. Значит, стены... Значит, утепленный бетон, это цемент и керамзит. А потолок облегченный? Толщина стены где-то 25 сантиметров. Потолок, значит, у меня облегченный вариант. Здесь эта доска пропитанная и гидроизоляция, хорошая гидроизоляция. Значит, слой земли необходимый, это не менее метра. Метровый слой, потому что он впоследствии подсядет и будет более-менее... Это более тонкий слой. И что еще характерно для создания, значит, вот этого слоя земли сажали буквально газон или траву отдельными, значит, участками. Закладывали этот дерн, дернину с травой. И он быстрее обрастал и укреплялся. Ну да, да. В этом плане. Младерн он тоже, да, теплоизоляцию дает, получается. Да. В 16-м году мы, значит, у нас был домик деревьев, мы его продали. На КС долго продавался, но зато нам это дало возможность сразу построиться. Мы начали в конце мая и закончили в октябре. И никто практически соседей не видел, как мы его построили. Мы выбрали вариант каркаса-счетовой, а проект у нас был сделан. А сделал его Новоселов, там такой есть товарищ, который разрабатывал лисий нор, и мы сначала хотели лисий нору. Но потом, когда посчитали, думали, зачем нам под землю углубляться, и оставили шестигранник. В нем очень уютно. Вот. Площадь мы хотели сначала шестиметровая, а потом испугались. Сторона шестиметровых. Получалось, там 100 квадратных метров, нас двое, думаю, давай сократим. Пятиметровый сделаем, но все равно 70 с лишним квадратных метров. Ну, с другой стороны, там... И строили очень быстро, просто быстро. Я как бухгалтер, как заказчик, пока там что-то фундамент, я уже окна заказала, здесь двери, там полы, здесь это... Мы только подвозили, и тут же ставили, подвозили, ставили. И у нас помогал строить дядь, нас младший, мы ему только помогали. Дело в том, что площадь дома определяется еще печкой, которая стоит. Способна ли она прогреть эту площадь? Вот почему мы... И у нас была заложена площадь, да, вот эта печка была заложена как раз необходимой мощностью для прогрева этой площади. Да это мало кому интересно. Нет, это как раз интересно. Нет, это кажется... Если мы шестиметровую сделали сторону, у дома, то есть площадь значительно больше, то эта печка уже не прогрела бы дом. То есть надо было думать дополнительный прогрев. Ну да, таким моментом может быть, да. И потом они стали делать двери, так проходы, чтобы тепло просто отстранялось. Но еще все равно получилось комнату отдельные и тепло. И печку мы сместили с камином. когда камин зажгем, когда это... То есть там всегда тепло, ходим босиком зимой. Значит, в качестве утеплителя использовали базальтовые плиты. Кстати, у нас всего в Союзе два завода, которые выпускают базальтовые плиты. Это экологически чистый, очень удобный утеплитель для строительства. Значит, и у нас в Судокде есть завод, как раз один из этих двух заводов, которые выпускают эти плиты. Мы договорились, съездили на этот завод, закупили и стали использовать их. Значит, толщина стены базальтовые, значит, где-то у нас 15 сантиметров, потолок и пол 20 сантиметров. толщина. Дом оказался теплый. строительство дома заняло около 4 месяцев. Значит, в строительстве участвовал зять, вот, значит, Илья. Ну, и я помогал. В каком году уже построили? В 14-м году проект? В 14-м году уже построен дом был летом. сразу проекты и все? Проекты, дом был построен. Ну, кровля, это вот, значит, металлопрофиль очень удобный оказался, долговечный. Вот, что еще можно сказать. А второй этаж мы не стали утеплять пока, хотя, в принципе, можно это, значит, его благоустроить и выделить зону, там, спальную, скажем, сделать или еще что-то. То есть у вас пока просто чердак там получается? у нас просто чердак и нас пока устраивает. Значит, в качестве фундамента у нас были, значит, заливка идет, заливка бетоном. Ну, то есть столбики бетонные, да? Да, бетонные столбики. Хорошо. В общем, дом практически не гуляет. И чем хороши, хороши эти бетонные столбики, что идет вентиляция, значит, никакого, дело в том, что бывает затопление весной, а здесь у нас промежуток, сохранили где-то 40-50 сантиметров воздушный. И прекрасная вентиляция и теплоизоляция тоже неплохая для дома. Ну, в принципе, эти, конечно, вот промежутки можно с чем-то за это самое задекорировать. Ну, да, да. В дальнейшем мы хотим это. Отопление печное у вас? Отопление печное, значит, печка, кирпичная печка, размер фундамента где-то полтора на полтора, печка выполнена, значит, с одной стороны печка, с противоположной стороны у нас камин. Она компактная и хорошая конструкция. Духовой шкаф есть, да, в печке. А, еще, значит, плита есть, значит, она, которая позволяет готовить пищу, да, в отсутствии газа, скажем. А планировка у вас там несколько комнат выделено, или как? пройдем, но мы сейчас, да, может быть, если вы не против, да, мы потом заснимем, сейчас в общих чертах. Не-не-не, не разувайтесь, не-не-не, идите так. Нет, не надо разуваться. Мы быстренько сейчас. Ничего нет. Ничего нет. Ничего нет. Ничего нет. Детечка хорошая. Печка. Да. Сейчас надо вот так сделать. Так, вот сейчас мы находимся, значит, в нашем прекрасном доме. Шестигранники. Значит, здесь что? Здесь единственная балка, которая, значит, которая несущая, вот, сначала дом или две балки, после, а потом вошли с одной балкой, которая держит всю, всю конструкцию потолка. вот, что у нас? Мебель, вот, стены, степка есть, которая, значит, она у вас как бы еще как зарирует, как будто, да? Да, эту стенку как раз вот мы из города привезли, она хорошо вписалась, очень удачно, компактная, и хорошо, вот. Одноэтажный дом, да? А? Одноэтажный. Ну, может быть, двух. Может быть, двухэтажный, но второй этаж у нас пока еще не благоустроен, и нам, собственно, и нужно. Пока не надо. Пока нет. Да. Ну, только печки пришлись, а сангл. Вот печка наша, печная печка, значит, фундамент полтора на полтора, значит, она типа голландки, то есть позволяет делать, приготовить продукты, там все. Далее есть печка в шкаф, и камин сзади находится, что очень удобно, в плане сушки дров даже, ну, и камин очень всегда побывает зимой, посидеть у камина. И еще планировали мы сделать выход из дома, вот даже дверь запланировали, зимнюю ранжерею, наверное, как через какое-то время, и через годик осуществил. запланировано было зимнее ранжерея, вот дверь сохранили, на юг у меня как раз. Да, на юг, вот здесь вот мастерская, где я сижу, там что-то было, посадь, покажи. Так, вот слева у нас находится мастерская, где она занимается своим творчеством, такой уголочек, и, в общем, вполне достаточно этого, для всяких. Тут и богиня Лада висит. А, вот и богиня Лада здесь, ширина машинка, и все необходимое. вот какие еще зоны у нас, давайте посмотрим. это кладовка. Ну, вот у нас спальня здесь оказалась, очень удачная. Ну, у вас все-таки больше как одно помещение, да? Ну, да. спальня комната, значит, а это как силанчик, который, значит, одежду хранится. Это, чтобы тепло-то отбить? Ну, да, чтобы приклада не было. Вот такие закуточки у шестигранника очень интересные и удобные. Ну, дверь не стали делать, поскольку, чтобы тепло, легко проникало все отсеки, все зоны, значит, ну, а здесь у нас просто сам технический отдел, санузел, где находится ванная, то есть не ванная, а душевая, ну, стиральная машина. Ну, не скажешь, что столько всего, да? Ну, да, да, ванная, все разместится. А, это кухня у нас, и в то же время, и гостиная, и кухня, все находятся в одном, в одном отсеке. Все вписалось довольно неплохо. Болевая, да, он другой поедет. Все 12-вольтовая, что-то сестерина. Ой, да, вам-то скажи, что одна лампочка для этого. Масчат освещения, значит, мы до сих пор сохранили солнечные батареи. Прямо все, 220. У нас сколько? Три больших солнечные батареи и одна половинная. То есть, большие у нас 120 ватт, это три штуки, и получают 300, ну, 400 ватт, короче, солнечные батареи на 400 ватт, аккумулятор, 100 амбер-часов, гелевый. Очень хорошо себя показал, и уже мы используемся ее на лет 5 уже. машину тянет. И вот эта, значит, система солнечной батареи, она позволяет освещать ей комнату, и все отсеки, собственно говоря, освещение у нас солнечное. А стиральная машина, альтернативная. Стиральная машина, конечно, это 220, питание 220, холодильник 220, морозильник. У нас же люстры, у нас это самое, рекламных подсветок, и нас очень здорово, тоже устраивает. Выдумщики. Ну что ж, а если питание отключается порой, да, бывает, когда там, скажем... У нас светлый гаснет. То у нас есть генератор, бензобензогенератор, еще они разобновали интернетивный вариант. А, продавать не хотите? Ну, пригодится, мало ли. Вот такие условия. Классные, классные. Не скажут, что столько всего можно поместить. Да, да. Интересно. Ну, вот отдельный вопрос, если вы сможете этим поделиться. Многие вот спрашивают инженерные вещи, такие, как канализация, каким образом сделано, что как бы, да, ну, это... Вот у многих это волнует. Ну, отопление, в принципе, печное, это, я думаю, понятно. Значит, воду мы завели с колодца, колодец, с рядом буквально. в десяти метрах, с колодца завели воду, холодная вода есть, и буквально уже два года, как поставили бойлер, накопительный котел, есть своя горячая вода. Да, в этом году планируем сделать канализацию и туалетные принадлежности все. То есть, у вас туалет пока нету? Туалет пока выносной. Выносной туалет и наружный туалет. А как это, выносной биотуалет или просто? Просто. Ага. Просто? Ну, мы, да. Удобряем растения. Да, да, да. Ну, хорошо, да. Ну, у вас сейчас просто получается там с душу, например, вода, куда-то вы ее отводите там. Да, значит, здесь септик, значит, у нас рядом с домом. Отводим септик. Ага. Ну, септик, скажем, идет переполнение септика. Сразу насос находится в септике. Откачку сразу включаем. Ага. И отводим воду в ближайшую межу. Это тоже удобно. Ага. В терральной машине все туда идет и всем хватает. Машина семья тоже. Ага. Каждый день душа, каждый день стирки. И вроде все. Ну, а канализация это вы что имеете в виду? А с туалета имеется в виду. А с туалета. А, отдельный, да? Септик, видимо, придется делать. Да, пока готовили, подвели воду, сделали отверстие. В общем, остается такой немножко. То есть вы сделаете еще один септик, да? Еще септик. Подумайте, какой сделать септик, да. Ага. Потому что вариантов, опять же, много. такой сельский. Ага. Или сельский вариант, или перливной вариант. Тут возможен. Несколько вариантов, да. Вот поскольку я швейница, у меня все время было пристрастие к каким-то ручным швейным изделиям. И вот когда у нас, ладная уже заимела свое название, ладная, я решила сделать лоскутную технику богиню ладу. Значит, и в такой, какой традиционной икона. Вот она стоит на земле, под правой рукой родовые поместья, под левой рукой родовое дерево. А здесь вот такие атрибуты. Вот у богини лады есть три атрибута, по которым ее можно отличить. Это птица-утлица, потом вот эти вот кони, и вот это тайный знак, засеянная земля. То есть она, значит, защищает тех людей, которые живут на земле, и хранительницы домашнего чага. Ну и здесь вот внизу то, что растет на земле. Справа, значит, символ вьющихся растений, переходящих в радугу, то есть духовного развития. Вот она висела одно время в томе творчестве, но решили потом ее убрать, потому что у нас там очень много спортсменов, которые играют в теннис, и там все начисто. Сносят, да? Сносят, да. Ну, очень много у меня правда, ну, вернее, не так много, но, в общем, какие-то вещи, которые уже продались, и уже только картинки остались. Ну, такие вот вещи, пробовал у разной техники. Это техники ветража, но она не закончена работа. Вот сейчас вот за зиму сделала. Это вот у нас дверь, поскольку у нас дверей нету, а когда гости приедут, то телевизор там, то еще что-то, я решил сделать дверь вот в такой вот технике, но я ее уплотню. Значит, выстегаю, в оттенок, подплотка будет, и как бы звукоизоляция. То есть вот так вот будет висеть. Ну, еще есть несколько, еще несколько вещей, которые я не закончу, но что не буду показывать. Ну, и там всякие мелочи, которые идут как сувениры, и в общем зимой у нас, зимой я шью, Вова рукоделинчик, там, в столярной мастерской, а лето у нас все время занято вот нашим растением. Слушайте, я совсем забыл, мы же к вам не с пустыми руками, с подарками пришли. Вы же видели, что мы собирали, вот, ну, устраивали краудфандинг, да, для того, чтобы покупать, да, и в том числе мы нашли несколько спонсоров. Вот, и спонсоры мало того, что нам помогли, дали еще нам подарки для участников съемок, вот, мы хотим вам тоже подарить, вот, ребята, из Лоскутного воска, компания Лоскутный воск, у них в Ижевске производство. Мы знакомы, они приезжали на Добрую Землю, да, эти ребята, вот, и вот они подарили нам для участников по три таких баночки, вот, отдельно, разных там, вы попробуете, с льняным маслом, вот, с льняным маслом, с льняным маслом и дегтем, вот, и просто вот Лоскутный воск, я так понимаю, там, без добавок. То есть, это экологическое покрытие, в принципе, ну, такой достаточно дорогой подарок, мы даже сами удивились, что они вот такой проявили инициативу, и еще мы вам вот оставим тоже здесь брошюрки, там описаны как раз вот эти вот три состава. Надо обязательно с вами связаться высказать. Благодарны. Да, 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 они, конечно, молодцы, да, мы им очень благодарны за то, что, вот, они нам помогли, вот, и, соответственно, хотели бы, чтобы они тоже развивались, вот, это ребята, тем более, как бы, это же наши ребята, вот, они там под в Ижевском поселении делают, оно у них, правда, не так активно сейчас развивается, но будем желать им развития тоже в этом смысле. В общем, благодарны мы, конечно. здесь какие культуры, ну, естественно, морковка, свекла, морковка, лук, 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 несколько видов мы сажаем, так, чеснок, вы практически, вот, без коробов, у нас в основном, все-таки популярно, коробами делать грядки, да, вот, ваш опыт, вот, без коробов, как, вот, но сорняки, безусловно, конечно, я хочу и короба сделать, и в дальнейшем, это формирует грядки, это сохраняет их, и, и в то же время, не дает сорнякам, пробиться к растениям, да, это очень хороший вариант, насчет коробов, с этим я соглашусь, да, ну, что же, значит, я уже говорил, значит, был посажен, смородина, черная, белая, красная, значит, здесь около 20 кустов, далее, значит, барбарис, значит, здесь около 5 кустов, значит, далее у меня идет грыжовник, и жимолость, полезный, слушай, Володь, а вот у меня все-таки, вопрос, в плане зонирования, вот, я не знаю, помните, не помните, вот, с прошлогоднего нашего сезона, да, там, получается, ведь, насколько я понимаю, мы находимся сейчас на севере участка, да, на севере участка, то есть, ну, как бы у вас здесь, значит, тогда, ну, не будет такой вот лесной зоны большой, то есть, как вот вы предполагаете, просто север, он удобнее, вроде бы, для леса, вот, по моему опыту, вот, у вас не будет здесь больших деревьев, они же будут иначе затенять, нет, деревьев здесь не будет, здесь изначально не было деревьев, да, когда мы пришли сюда, у нас этот участок был открытый, вот, поэтому мы в первую очередь его использовали, а у вас лесная зона где-то предусмотрена? лесная зона у нас предусмотрена, она скорее на юге находится лесная зона заросшая, а у вас вот небольшой участок лесной, да, ну, вот интересный, да, вот опыт, ну, вот, если вот представить, что вот эти, ну, они, конечно, на довольно большом расстоянии, березы, да, но тем не менее, то есть, когда они станут прям огромными, вот, они, по идее, сюда тень будут давать, как вы к этому? Да, насчет берез, ну, что же, или будете выпиливать просто, и все, да, мы используем березы, как дрова, ага, ага, и березы здесь развиваются очень мощно, потому что кругом находятся, значит, посадки грядки, значит, удобренные почвы, они обретают силу, мощь, и мы постепенно их, значит, пилим, пилим на дрове, гранита. в общем, я просто пытаюсь, как бы людям, которые вот, сначала, как начинают, то есть, еще раз, значит, у вас, вы здесь начали делать огород, просто потому что здесь была свободная зона, это было удобно, ну, и как бы рядом, ну, от дороги, вот вы здесь поселились, рядом огород, то есть, в этом смысле, да? Рядом огород, Но вот, в плане зонирования, то есть, у вас, ну, как бы, не возникает, как бы, сомнений, что огород надо было в каком-то другом месте, нет? То есть нормально? Нет, нормально. Это положение нас вполне устраивает. Помимо того, мы вырыли специально пруд для полива. Значит, он... Тоже у вас он полный? Он небольшой, да, значит, глубина где-то метра два с половиной. И в то же время, значит, пруд, он берет на себя воду, которая, значит, которая с дороги. Дело в том, что весной порой потапливает снежные зимы, когда бывает, дорогу потапливает, и этот пруд берет на себя воду с дороги, и дорога более сухая становится. А как он берет? Какая-то канава у вас есть или что? Нет, нет, подземные эти, подземные движения, да. Вот такая функция этого пруда. Ну, я просто вот почему еще так спрашиваю, да, пристрастно, ну, вот это разный опыт получается, вот, как бы здесь получается немножко другая концепция, не такая вот, как у меня там я сделал, да, то есть я, например, огород все-таки передвинул в южную сторону, ну, значит, если вот по вашему опыту получается все вполне удачно, значит, можно делать и так, но надо, конечно, получается лесную зону отодвигать достаточно сильно, вот, то есть чтобы рядом как бы не оставалось, потому что если мы представим, что деревья будут потом, там, не знаю, там 40-метровые или сколько там они вырастают, да, там большие березы и остальные деревья, если они будут на расстоянии там ближе, чем метров 20, мне кажется, даже, то они будут, ну, затенять, то есть еще когда солнышко пониже, да, то есть тень длиннее, они будут затенять, вот. Ну, если вы передвинули, да, лесную зону, ну, вы, говоришь, вот где-то вот в этом. Да, лесная зона у нас за большим прудом находится, это вообще участок небольшой, честно говоря, лесной зоны. То есть вы просто небольшой лесочек оставляете, и это получается у нас здесь север-юг, то есть это вас, нет, это западный, юго-западный участок, юго-западный участок, что чисто лесных зон у нас не было, собственно говоря, поэтому мы вот сохранили тот участок небольшой лесной. Ну, понятно. А у вас ведь, ну, вот, мне кажется, уклон есть, да, получается, на север, что ли, уклон? Уклон? Нет, уклона фактически нет у нас. Мне почему-то кажется, вот как будто сюда немножко. Да, с уклоном, конечно, было бы неплохо. Уклон, конечно, создает возможность ухода воды, и затопляемость не такая, не такая сильная. Ну, у нас в основном уклоны небольшие, вот, ну, все равно вода-то как-то, она же у вас уходит, снег куда-то. Да, для отвода воды мы, значит, сделали специальные, значит, канавы, траншеи, по которым, значит, необходимо просто отводить воду, безусловно. У нас снежные зимы, и поэтому это необходимо. Ну, пойдемте, пройдемте к теплице, я могу... Давай, да, 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 вот еще у вас, я так понимаю, наверное, отдельно тогда должен быть сад, да? Сад отдельный у нас, да. Ага, вот сад тоже очень интересно, да, посмотреть. Вот здесь я хочу поделиться технологией выращивания ранних огурцов. Я сажала их рассадой где-то в конце февраля, и каждый раз сначала маленькие горшочки, потом большие, а потом мы посадили в черную пленку без дна, а чтобы земля не падала, мы подсунули картонки. И вот так же мы посадили. Когда поставили пленку черную, дно вынули, для чего это делается? Черная пленка дает дополнительный прогрев корней. Стимул большой для сразу созревания огурцов. А когда будет очень жарко, мы наоборот, тогда замультируем черную пленку. Но вот в прошлом году мы ели уже в апреле в начале, но в этом году немножко пораньше, это попозже. Но все равно уже едим, уже даже скапливается. Да вы вообще волшебники. То есть вот так снимаем его, надо полить. Надо полить уже. Надо полить, полей, а. Или жара сейчас просто. Просто жара. Да, просто жара. Полить это хорошо, потому что снимай, полить. И то же самое в этом году мы решили с картошкой. Десятой картошки мы взяли. Зелье для них такое вот лежбище, чтобы оно не распадалось из проволоки и черным каркасом обработать. Положили картошку сверху. Солнце пригревает, от ветра ей тоже тепло. Чуть-чуть прикрыли. По мере подрастания будем ее подсыпать. А когда совсем будет жарко, мы тоже замульчируем вот эту черную пленку. И тогда надеемся на раннюю картошку в июле. А еще раз можешь объяснить? Я вот что-то до конца не понимаю. То есть черная пленка без дна. Черная пленка, да. Когда она привлекает, когда не хватает тепла по весне, в апреле, в мае. Я просто пытаюсь понять. Вот вы черную пленку настилили. Вы что, в ней дырки вырезаете? Нет, я сшила ее просто чулком. А, вот. Вот они лежат, вот они. А внизу дна нет. А, как мешочки, да? Как мешочки, да. Без дна. То есть просто вот такой цилиндр, да? Они у нас хранились дома сначала. Ага. С днищем. Потом мы его от днища брали. Корни уже пустили туда. А потом мы это прикроем сеном или соломой. Так, а теплицу мы протапливаем, конечно. Когда холодно. Температура, ночная температура 0 градусов. И ниже пяти, скажем, потепла, то для тепли, для огурцов нужна температура около 15 градусов, чтобы они росли. Значит, у нас имеется печь буррельян маленькая. Печка вот, видно ее отсюда. И обогреватель еще включаем дополнительно. Киловатный масляный обогреватель. Ну, это для тех, кто хочет ранний урожай. Ну, это вы в какое время? То есть снег еще что ли лежит? Ну, пасиста, да. То есть вы сажаете еще вокруг снег? Нет, мы в апреле посадили. Ну, а в апреле у нас снег был. Ну, а здесь теплее было намного. У нас почти до середины апреля. Ну, здесь сначала мы под дугами закрывали помидоры, а сейчас открыли, и уже тепло. А в прошлом году мы просто сделали большую ошибку. Помидоры хотели ранее посадить, но посадили, заглубили их в землю. А земля была непрогретой. Вот почему мы пришли к такой технологии? Сначала черные мешки. Потому что они за один, за другим в течение двух недель не впитывался азот, поскольку было холодно в земле. И они погибли. А когда в черном мешке, корнем тепло. Ну, а вот сама конструкция теплицы, то есть вы насколько ей довольны? Что-то изменили? Мы бы исследовали совету Саши Ханина. Значит, вот на 2,10 сделали по ширине сотового поликарбоната. Вот эти вот у нас оставались, это французский забор, да? У нас была торговая точка, мы когда ее разобрали, мы просто поставили и к ней прикрепили. Сделали это буквально за два дня. То есть это получилось быстро? Теплица получилась высокая, прямые стенки высокие, двухметровые, это очень удобно. Ну и перемычки сделала для подвески. То есть у вас получается каркас-то железный? Каркас железный, да. А он прям в землю воткнутый? Ну, там трубы и забетонированные. Нет, это стойки, когда на стойке навешивается. И навешивается это, каркас. Дерево, да? А крыша у вас нормальная, снег держит, да? У вас несъемная же крыша? Нет, в этом году мы не стали снимать, а то до этого снимали. А, снимали надо? Ну и неправильно делали, я считаю, это долго потом прогревалось. В этом году решили не снимать, чтобы земля быстро прогрелась, и это лучше. И крышу надо поменьше размер листа, потому что тяжело, конечно, вот такой лист монтировать и закреплять. Ну, это все опыт. Ну, а эту зиму чистили, снег этого попал? Да, чистили, да. Чистили, потому что, возможно, могло провалить. Ну, да, да, да. Снега много, нагрузка большая, да. Вот эти туи сажали семечек. Сажались, когда мы не читали книги. Посадили семенами, и так вышло, у нас тысячи были этих туи. Сколько мы раздали, сколько подарили. Мало бы к себе садили, так потом. Но из семян не передаются материнские свойства. И попались так, что там были и шарики маленькие, и большие, пришлось перетаскивать, ну, оставляли, чтобы хотя бы по росту что-то. Они все разные. Это потом мы узнали, что надо только черенкованием. У меня младшая дочь закончила этим мерязевку. И я ее просила взять тему, где это работа дипломной, зеленое черенкование. Вот я по ее металличкам потом учила сама. Слушайте, это здорово, здорово. Но она не... Ей это что-то не очень. Она не стала, сначала вроде загорелся, а потом что-то немножко не ее тема. А-а. Приезжают только гости. Понятно. Вот вчера так уехали. А-а. Да я вроде бы уже понял, что... Мы только все в оборот введем. Введем книжку и составляем, значит, план у нас грядок. И смотрим, что после чего хорошо растет. Это вот, кстати, всем поселением. У нас же был какой-то год, когда мы друг у друга учились в Доме творчества. И кто-то рассказывал, у кого хорошо получается картошка, у кого лук, у кого чего-то. Какие-то практические опыты. И вот это очень важно в поселении устроить, чтобы знать, у кого проконсультироваться. Обмен опытом. Да, обмен опытом вообще сумасшедший. Креугольный камень, да. Но у вас вот, ты сказал, Володя себя понял, еще где-то огород или имеется в виду... У нас в трех местах. Толя, еще хочу коснуться вот этого навала земли. Мы сформировали здесь, значит... Два ряда. Два ряда. То есть... Ну, террасы. Два уровня. Да, террасирование сделали. Здесь делали земляничку, посадили. Верхняя площадка у нас земляника и клубника. Ага. А землянику семенами мы сажали. Очень хорошо, оказывается, развивается. И вот в этом году... Семенами было десяток ягодок. Я что-то просушила, что-то вспомнила. Еле-еле их нашла. Потом посадила. Было столько земляники. Мы сажали несколько дней. На всех валах, что только посадили. Сколько вы дали. Потом даже пришлось и выбросить. Потому что уже никому не надо, кто... Ага. Вот. А нижний уровень мы используем. Садил холодильник. Строфельфикацию они прошли. Ага. Кабачки, баклажаны. Кабачки, тыквы сажаем. Ага. Лук. То есть земля хорошо прогрета. И для корней это очень хорошо. Какие еще ошибки мы совершили, так чтобы другие были? Ошибки. Все-таки не понял. Огород у вас продолжение. Вот где-то вот все здесь. Да? За домом. За домом. А, хорошо. Ну, мы дойдем тогда до огорода продолжения. Понятно. А тут... Меняемся, Редина. То картошку здесь насажали. После картошки очень хорошо делаются грядки. Картошка очень хорошо. Ага. Очищает участок. Ну, да, да, да. Это многие, да, используют как пионеры. Ну, мы можем по дороге еще, наверное, вот, если расскажете нам, да, там, про свой опыт вот с хозблоком, я так понимаю, да, вот здесь? Да, хозблок у нас оказался очень даже... Вот здесь был лес сосновый. Да, вообще сосны такие все большие. Ага. Ну, мы, в общем, его... Ну, понятно, он вам был не очень удобен. Не нужен. Да. Хозблок у нас, значит, выполнен обшит поликарбонатом. поликарбонат это значит я покупал усиленный он более долговечный в этом есть определенный смысл крыша тоже значит перекрыта карбонатом это соображение то есть вы сделали бромки улыбкой хозблок да да и получился хозблок довольно теплый еще еще к тому же у нас имеется значит печка довольно большая которая позволяет отапливать эту площадь значит ночью функциональное значение это многофункционально здесь мои рассаду выращиваем и формируем рассаду значит пересадку делаем но в первую очередь для этого и теплые нужно было это был теплый иначе тут вот эта сторона за главный чтобы длинная сторона теплица на солнечное смотрю хорошо врачи рассады в то же время это хозблок мы используем как строительный участок и всякие дела всякие поделки по дереву как мастерскую да и надо сказать ну вы довольны да да конечно я доволен и конструкцией доволен и размерами она у вас уже какое-то количество там лет уже служит и все нормально да карбонат служит до сих пор и замечательно замечательно то есть это вот как как вариант такого хозблока тире мастерской хозблок мастерская да можно брать на вооружение несколько слов насчет гаража наш гараж размер на 4 на 6 значит поликарбонатное исполнение находится рядом с дорогой чем очень что очень удобно для использования гаража значит да сразу непосредственно любую как бы любые погодные условия мы легко паркуемся и выгоняем машину новый гараж получается по мотивам вот свои мастерства ночь выполнен по образу подобию да и нас по очень устраивает этот гараж так но по стоимости значит вот 4 на 8 здесь все-таки не на 6 она 8 4 на 8 и где-то 70 тысяч это стройматериал значит покупка стройматериала обошлось 70 тысяч рублей собственно и сейчас право цены подскочили подскочили а сможете в два раза дороже ориентировочный порядок ориентировочно да это было лет семь назад наверное а хорошо вот прогревается зимой зимой да зимой очень интересные эффекты когда на улице там мороз скажем и солнце то внутри значит хозблока где-то до 15 градусов то есть можно проводить любые работы там по мастерской и совая да плюсовая температура это очень удобно до 20 ну а зимой когда на улице скажем на улице 0 минус минус вот ночью например надо поддержать температура для рассады значит мы за это самая печка позволяет поднять температуру до 15 градусов вот одна топка печи обеспечивает подъем температуры на 45 часов то есть фактически почти всю ночь но это получается не только даже для рассады удобно в морозы машину заводить насколько проще наверное да да можно и машину заводить ну то есть когда минус 30 нас бывает минус 35 машин заведется не заведется большой вопрос а ветер еще а тут да конечно классно да а можете вот рассказать у нас вопрос которым очень многие вот зрители интересовались доход в поместье вот рассказать вот чем вы занимаетесь да у себя каким образом зарабатываете как у вас это развивается но перед тем как сюда переехать у нас был какой-никакой опыт в организации питомниководства и продаж растений мы и вы сразу это дело продолжили сначала много разы значит делали черенкованием зеленым это зеленый черенковой в июне и просадка в горшки здесь еще это было не принято владимирской области но это нам дало бы это возможность продавать эти горшки круглые это роса в горшках от с апреля до октября это было так непривычно мы почти всех так приучили и уже благодаря нам тут уже почти все так перешли кто занимается растениями вот значит потом пробовали мы иван чаем заняться по серьезному но в какое-то время это был доход но не такой чтобы на него можно по что-то построиться потом много делали мы за заготовки лекарственных трав и излишки про продукции продавали но это тоже не доход это совершенно это просто себя обеспечить и поделиться с друзьями то есть рассчитывать что это будет как вот в книгах пишут это будет очень дорого цениться может быть со временем это будет очень ценится когда будет искусственная еда натуральная будет до дорого значит первый год мы даже взяли на иждивение одну богатую семью они к нам приезжали смотрели как мы выращиваем и потом присылали водителя и мы выращивали морковку там карту картошка не не очень носил овощи и зелени с удовольствием по любой по любой цене по любой цене но они потом уехали быстро в испанию вот но сначала был у нас такое так настрой что мы будем на довольствие содержать несколько богатых семей потому что они не спрашивают это как идея такая как да 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 подписка на продукт но потом очень перешли на вот этот который нас кормит и по это помогает нам держать и очень как бы на стрие смотрим за новинками постоянно обращает а ездил питомники что-то себе выращивать на маточник имеем насчет большой друзей очень много друзей среди фермеров которые тоже что-то интересные идеи подбрасывают у них учимся они у нас обмен происходит вот этот опыт нам помог организовать ярмарку на это наших поселениях а можете вот поделиться вот но такой вопрос как бы тонкий то есть насколько вас это обеспечивает может быть сумма или какой-то процент бюджета там ваше ну 1300 вот мы нас как бы вот устраивает до сезона сезон но мы решили что мы занимаемся этим только три дня в неделю вот мы уезжаем часов 6 7 и в 12 рынке все закрывается то есть получается три раза по полну по 4-5 часов и дальше мы дома и опять занимаясь своими городническими делами своим участком и выращиваем и для себя и для продаж но вот учитывая то что у нас качественный про про это за счет от горшков у нас очень много клиентов которые нам звонят и постоянно спрашивают ждут от телефона визитки это все есть а можете поподробнее тогда вот рассказать какие у вас значит кроме того что мы сами выращиваем мы познакомимся и значит это институт фитогенетики это в тули у них оригинальный способ выращивания черенков они выращивают культуры ткани в пробирках я это увидел по телевизору и мы сразу к не подъехали в тулу и посмотрели как это не делает и это очень много саженцев они выращивают земляники мы много сортов набрали у них супер чистые сорта если допустим зинга-зинга но то все вот эти маточные свойства они сохраняются не у сами это насчет сейчас последнее время очень пользуется спросом рододендроны мы у них берем разные сорта это все финская селекция которая у нас зимует без укрытий люди спрашивают значит все время держим нос по ветру знаем например же в этом году земляника такой-то сорт или пионы желтый в этом году небывычайный спрос мы на желтые пионы переключаемся то есть уже или под заказ значит вот в этом году просто я читал пресс-релиз что-то в этом году допустим из клуб это из клубники вот такие сорта купчиха пользуется бешеным спросом мы заказали вот такими липусиками потом рассадили и действительно мы в первую очередь их продали желтые пионы сейчас все за ним бегают они хоть дорогие так это гибриды смесь древовидных с травянистами пользуясь небычным спросом то есть самые лучшие свойства и расцветки они взяли от этого и люди только это спрашивают а старые уже ну особенно те которые наши постоянные покупатели себе подходят и спрашивают а что у вас сегодня новенькая и мы их там радуем или или на заказ что-то они спросят допустим нет ли вас это я их записываю заказ значит предварительно звонить что мы будем там то они приходят это вот у нас голубика женщина она занимается голубикой для постапада поставщик полу в кремле и она вот эту голубик у нас покупает прямо по сортам прям каждый раз берет сколько унесет большую партию большие парки ну и так вот раз но какие-то у вас постоянные наверное растения тоже есть которым да постоянно и крайне очень декоративку и берем иначе то у фермеров проверенных муромском районе плодовые яблони и груши то есть мы с ними познакомились лет двадцать пять назад на выставке в поэту в этом ну чем где-то на выставке москве экспо-центр и были очень дешево познакомиться и стали дружить семьями и они нам что-то подсказку не что-то покупаем если я какой-то вопрос она мне дает подсказку я еду туда что-то достаю и у них нет пересортиц именика не стыдно и когда я говорю говорю и мэри передаем потенциал который они вроде моя совесть чисто что я вроде перекупкой занимаюсь но зато мы обеспечим людей а у вас вот как узнавать эту информацию есть у вас какой-то сайт или только по телефону мы пробовали стать создать но поняли что это это его обновлять надо надо заниматься не очень амгенды так что такие большие объемы мы выезжаем три дня в неделю и нас просит а где вы были вас каждый и ходим из про и ищем нас как так расходится вот торгуем и и друг звонок значит нам нужно ту и в прошлый раз я не смогла вот в этот раз мне обязательно позвонить я вас еле нашла приятно и потом люди подходят и говорят вот вы я покупал ваши саженцы и допустим и к и кого-то гут только ваши создавать как приятно это выступаешь вроде как бесплатного счет это консультанта и столько друзей у нас образовалась у меня столько в телефоне столько номеров который мне звонит постоянно что-то консультируется но я думаю что эта информация это интересна зрителям будет тоже очень интересно если вы не против мы ваш телефон тогда укажем да то есть если вам удобнее всего по телефону можно может коснуться сортам которые здесь да да я бы вот с удовольствием это прекрасно идет вот земляника там какая-то суперчистота то есть земляника подойти рябины сортовые сладкие какие зовут я гонялась очень долго десерта мичуринская у них высота полтора два метра и ширина такая же вот для живой изгреди на идеально рябина рябина потом есть и насчет вишня который например прибалтийской низкорослой тоже она тоже очень хороша и не требует ухода вот мошка для нас елту фитогенетика в институт и вырастили очень просила такие сорта которые интересны для родовых поселений а может я попросить вам показать вода у вас здесь стоит до или володя да там расскажет покажет насчет черемуха она пурпурная а у нас цветет розовым цветом а взяли мы ее буквально два-три листочка и она нас прошлого года укоренил имеет высочайшую декоративность рябины есть маравской высокая как свечка дико декоративно а есть вот мичуринская десертная значит жимолось жимолось это бакчайские сорта вот собственно с них началась культурная значит это продажа или выращивание именно вот этой жимлости вот это седум у нас так что еще лилейники и вы вот эти вот интересно они не больше чем метр вот она сейчас вот и его дай вот ее для живой изгороди потом смородины кустарники невысокие так что еще сирень сенсации вот интересного и очень так и бересклеты которые тоже лет 10 искала жалеев сорт купили так далее у нас есть ежевика это ежевика представлена малина как она и потом стараемся питомниках купить значит какие-то экзотические растения себе один по выставим на это на маточник остальные продадим но зато потом размножаем какие-то флор необычие опять жимолость идет нет это у нас не жимолость голубика это очень много декоративных растений по моему здесь и хвойники большой выбор бржезина бржезина без колючая потом лапчатка представлена вот там с края большой выбор лапчатки гортензий будет будет сейчас вот они они имеют внешний вид вообще-то стартов больше десяти а что-то вот у вас еще здесь или здесь здесь больше игороды и там есть еще какой какие надо выносить сейчас уже жара ничего не успеваем но я даже капуста сохнет так ну еще у нас конечно есть вот вот этот участок где хвойники представлены и клубника еще есть можно конечно если были помоложе по энергичнее наверное можно было более серьезно занять но мы не хотим использовать наемный труд и только свои а учитывая что у меня тут уже проблем начали здоровьем сам я головой руками а володе приходится все остальное физически труд брать на себе ну да 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 ну а вот в плане еще вот доходов поместье такой как в плане самообеспечения вот вы как прикидывали насколько вы себя вот например овощами там я но это полностью вот все ну то есть ну а что ну то есть так там крупы например так приходит масло а овощи а овощи полностью свое это очень здорово да так то ведь если посчитать это тоже магазин кто-то пошел играл и принеси с погреба тот раз уже готов то есть и салаты и закрутки и свежие и остается только выбор даже если мы что-то не спеваем то мы всегда пришли там какую-то икру какой салат подогрели готова туда это вот ведь если посчитать это там плюс еще 100 200 тысяч в год например да просто нас на главное же мы знаем что мы без химии все вырасти конечно конечно с поместью многие звонят говорят нет ли у вас там скажем морковки там или свеклы это уже небольшое количество конечно можем даем но слава богу мне кажется уже но многие стали приходить к этому выводу что надо то где это вот выращиваться по наличникам значит мы даже на выставке были где были представлены наличники россии северные зоны южные значит и после этого мы решили сделать на ли сам решил сделать наличники вот такое таком исполнении еще головок значит вниз к несколько уровней он смотрится богаче интересно довольно подзоры вверху идут потом есть элементы вот элементы земли вот эти квадраты элементы земли но и подобрали резьбу соответствующие чтобы все гармонично было цвет вот выполнил такие наличники наличники конечно очень добавляют красоты стрелая наличники это лицо собственно говоря и как смотришь да здесь представлено еще солнышко значит в верхней части уголовники все в одном стиле примерно а колодец давно выкопали да колодец выкопали мы уже лет семь наверное а колодец интересный вариант колодца кстати значит копали буром метровом то есть уже размером уже был подготовлен под эти кольца метровые бетонные и и довольно оперативно он буквально за три дня после вырыл колодец загрузил туда кольца да и помимо того значит еще в процессе копки камни появились такие довольно большие и если самое эти камни он извлек когда рыл колодец этим буром этот бур позволял и камни извлекать что очень интересная конструкция так вот глубина колодца где-то 18 метров у нас и только на 18 метрах значит это второй слой воды был на 18 метрах решили до 18 дойти почему потому что у него бур позволял только 18 метров взять был наращивал все время этот бур у вас технические возможности были вот и под конец смотрим чего-то вода не идет уже 18 метров но говорит если вода не пойдет придется переживать в эту ночь как это самое забурлила буквально часа за два колодец полный был представить это удивительно если вы там нам не дошли вот чуть-чуть да нет вот здесь мы конечно рамками рамками прошли вот эту зону как раз показал что здесь вода рядом и они прошли рамками и мы смотрели и вот под самый конец только значит пробила воду вода пробилась очень интересными получился строительством колодца так а вот земля что было значит это интересная земля здесь была здесь не сугли на колесопись здесь была серая какая-то глина похожая на серо-голубая на всю глубину россия колодцы так и вот эту землю мы сначала значится был основал земли а потом решили сформировать и создать аптечный огород из этой земли значит сделали такой навал круговой и сделали это самое аптечный огород на 3 карстана это лекарственные до лекарственные травы вообще получается вот у вас да ты говорил вот еще один огород при доме да вот здесь около 10 грядок тоже здесь значит огурцы помидоры опять же морковка там лук-порей и участок пашни небольшой под картофель здесь одна сотка наверно дальше еще один участок под огород под грядки дойдем здесь здесь в основном значит клубника 3-4 сорта клубники ремонтантные ранние поздние далее участок пашни идет тоже картофель или что до картофель то есть у нас под картофель где-то было полтора полу там сотка здесь полторы две с половиной сотки так но а чуть левее значит у нас находится фруктовый сад это яблони груши это терн терновник у вас тут прям десятки до растений сколько да значит яблоней у нас где-то около десяти груш наверно около десяти ну и терн тоже около десяти этих посадок значит что яблони уже плодоносит уже урожай собираем довольно большой а груши прошлом году 4 груши уже вас стало плодоносить в этом году еще больше вот каждого дерева подходим просто цветоносы сплошные я не знаю в этом году вот прям смотришь и все в цвету видимо будет много плодов в этом году очень обильный год будет у вас будем надеяться у вас здесь такое ощущение кого-то немножко повыше посушим не кажется да вот одесса удачное место да да для сада удачное но все равно тем не менее мы хотели стремимся сажать деревья возвышенности чуть-чуть приподнимать потому что все таки здесь создаются такие небольшие зоны где вода стоит нет это не терна что яблонька 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 такая такие яблочки обильные яблонька 2 звездочка очень собственно говоря да рядом находится межа залисенная это уже соседская 2 это межа трехметровая сильно заросла березой и и конечно будем пилить и открывать потому что вот сейчас частично деревьев тени до частичного терность тени хотя несмотря на это он обильно в общем-то плодоносит ну сад то у вас получается на юге тем не менее участка получается на юге но у вас здесь не столь важно да но граница вот где вот где-то вот там где березки вон тебя начинается заканчивается участок да значит здесь вот березы были это самое аллея берез мы убрали их конечно потому что березы стали силу набирать и поэтому это значит аллейку мы попадали это сам спилили а в конце тех берез уже из нас идет межа и опять же там живая изгородь виде ели и уже следующий участок это участок мамаши до старшей дочери ну да у вас то здесь не столь важно как бы да вы все равно одной семьей но тем не менее вот это это аптечная горка здесь значит ну вот и глупнику посадили потом лекарственные травы здесь у нас вверху это земляника лесная земляника мы решили тоже посадите и чтобы размножить ее и она очень здорово пошла вот первый год на работе с земляникой прошлом году она укреплялась укоренялась ездиве силу от появился здесь также подсадки делаем и кабачки тыкву здесь хорошо они очень это самое оказалось благодатное место вот эти склоны хорошо освещаются прогреваются и дает хороший урожай а вот эти большие горки у нас значит мы решили сделать представить все хвойники которые мы занимаемся что видеть их как они выглядят уже в хорошем но в зрелом возрасте и мы значит создали вот такой композиции сколько тут холмов 26 как 6 холмов с разными композициями хвойников что интересно так подойти посмотреть как имени альпийские горки мини альпийские горки да ну красиво красиво да действительно и вот по поводу кедров интересно тоже у нас посажены кедры это на входе наше поместье и вот два кедра вот здесь представлены вот кедры на 1 самый крупный вот этот кедр может быть он 1 даже начнут плодоносить здесь два вида интересных один плакучий хвоя у него сорт такой а это чисто сибирский кедр а и и а и 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 надевали вот такой знаете вопрос интересный нам в прошлом сезоне задавали несколько раз про семью спрашивают и про детей вот интересно когда вы сюда переехали взаимоотношения между нами поменялись как это вообще повлияло на вашу семью что-то изменились какие-то ощущения по поводу любимого человека с которым ты переехал и вот у вас же и дочка здесь живет тоже за отношение с дочкой например внук можете рассказать вот у нас две дочери обе замужем вот старшие с нами приехал тоже вот одновременно мы купили землю но за это время значит муж ночи как сначала он хотел это делать а потом ему так это все неинтересно ему и и в общем то не развелись остался на сын уже заканчивать школу в следующем году вот отношения между нами мы настолько как бы одна семья если я что-то скажу и помогать она придет ей нужна помощь тоже без всяких этих старшей дочь наоборот как бы у нас улучшились отношения но то было то но только расстояние и это интересно она приезжает нам помогает материально что-то там купит при приедет но земля ей не интересно хотите в резьбку закончила вот а помощью взять участок тут проходил мимо пока еще здесь у нас и помогает прямо от чистого сердца ну мы надеюсь и все это достанется жаль что побольше бы внуков да не хватает я хватает науков не хватает ну что же видимо ну да тут у всех по разному а между вами отношения вот интересно было как есть какая-то получилась ли какая-то разница когда вы жили в городе когда сюда переехали до противоречивые противоречий таких вот и не было как бы общего много было и ландшафтный дизайн мы отдельно занимаемся и учились и как-то вместе дополняем друг друга не ну конечно здесь спорные вопросы безусловно это не значит что там скажем надо сказала я слепо следую нет и спорные вопросы обсуждаем суждаем но это да это совершенно нормально что-то переделывать приходится то есть я объяснила но наверно не очень хорошо он меня не понял а потом пришлось переделывать или я его не послужил по строительной части в основном да она влезает порой не свои дела но однако идеи то все таки получаются небольшие обсуждения такие активные да я даже больше может быть больше много много эмоций лишних но более-менее в одном направлении но у вас конечно получается если вы занимались и до этого ландшафтным дизайном работа с землей как было связано и вы вместе работали у вас может быть здесь не такой большой изменения потому что у некоторых вот например мужчина то бывает как они в городе не совсем находят себе применение то есть это вот как бы дом то который в городе эта квартира это больше женская территория но как считается так традиционно да там многими вот получается иногда что мужчина переезжая в сельскую местность он вот находит для себя большое применение потому что без него там сложно крышу накрыть забор сделать грядку скопать у вас получается и до этого вы совместно работали не нужно конечно проявить себя и большие это возможности просто времени хватается проявить течь и сделал то что все что запланировано все что хотелось бы единственный хочешь хочешь сказать вот по истечении этих лет много энергии тратим на все таки выращивание больше свободного времени должно быть которые можно уделяясь путешествия скажем съездить меня собрали это не волнует пообщаться на с другим но если вот мы делаем поселение на рыбалку рыбалку хоть на неделе но вырваться я такая рыбачка странная по мне ваш не искать на короче говоря вот ищем и все время какую-то вторую семью хотя бы ну просто по интересе пообщаться вечером кастра мы не можем никого найти никто никуда не едет а я мы все время куда-то едем и говорю в таком-то году мы были там ты еще вспомнить как-то все отрывается все для этого есть и байдарка и лодки и палатки и все снаряжение потом у нас с доброй земли они же нарко и мы съесть мы в тот год когда дом строили нам нам удалось посетить нарко им то есть тоже такое впечатление было когда ездил несколько человек нас в голоди косин сестренки люба нет любилинской нет вали иванова вот у нас компания была большая дружно этот год акцию нас такой теплотой просто то что дом построили нарко им съездили потом перестали залезки а у нас дом строится в это время это удивительно еще если вы помните я тоже там просил подумать над этим если у вас есть какое-то пожелание хотелось бы что-то сказать зрителям можно было бы коротко какое-то обращение тем кто хочет прийти на землю или это как вам хочется в основном конечно нас будут смотреть а так понимаю те кто хотят действительно это тема да 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 я думаю что можно и на это ориентироваться но не обязательно что-то вот чем бы вам хотелось поделиться к чему-то призвать что-то сказать 8 не считая нам конечно мы а морально подготовиться неплохо бы конечно материальные возможности для этого иметь но морально надо это соизмерить свои возможности с пожеланиями как следует все продумать чтобы не было разочарований и идти поселение так вот уже как бы чтобы это был союз друзей единомышленников вот это для меня почему-то как тут важным остальное все больше не так важно но ты почему-то казалось важным я очень переживаю что у нас поселение еще вот не так вот сто процентов хорошо решаются вопросы и можно намного эффективнее все это делать бодрее веселее прогресс был большой мысли ходного а в реальности реальность но люди все очень разное потом надо конечно еще совсем она умеет понять почему это происходит посмотреть на все это со стороны не все же допустим как мы были готовы а мы же требуем других такого же как мы хотим так я на тебя постоянно влюда много куда я как говорится надежда побери это переследить своих коней перед это станови гоню и гоню ну да потому что на жизнь вот своим этим как может сегодня допустим ты что-то делал ты через пять лет и понял что ты ошибался и был неправ жизнь намного сложнее и интереснее интереснее здесь надо еще говорить по образом вот здесь мы столкнулись и вот куча всевозможных в одной из вариаций было когда ты только подумал и у тебя это происходит и задумаешься почему это произошло значит каждый раз получаешь ответ значит на правильном пути а если ты пошел и сразу тебя проткнулось колесо а тебе надо было а ты продолжаешь его ремонтировать и я вперед тебе еще раз покажут что ты не спеши или например как березу выкапываем она у нас как бы залезла в теплицу я володе говорю попроси извинений такая красивая большая он забыл ткнул лопату это лопата скачал по голове ему как шарахнет чуть сознание потерял то есть вот здесь вот все подсказки все подсказки надо уметь слушать потом еще еще хочу сказать вот значит надо строить поселение так что как можно меньше потом в последующем тратить свои энергоресурсы например сейчас вот мы сделаем так чтобы только косить и то значит косить вот я здесь по луне сравниваю значит лучше всего когда луна у насчет не спадающие это ущербная и во льве тогда меньше растет трава есть наоборот вот так посадили газон и нужно то наоборот надо на возрастающий потом я прочитал вот вернее уже знаю что 18 июня если бороться с черняками то они потом не вырастает тут надо проверить то есть вот надо договариваться уже с травой чтобы допустим она не росла так бурно как вот не хотелось поменьше бы а так вот посадили потратили деньги там на насаженцы энергии в свою но надо также потом только этим наслаждаться теперь переходить в разряд наслаждений и небольшого регулирования становиться где-то вовремя и наслаждаться использовать допустим зима для роста творческого для какого-то такие занятия ручные дома для чтения книг а лето приходится и рано вставать уже не режется с растениями общаться это интересно всегда и ты так вот чувствуешь подходишь и когда у тебя растение честь кого-то посажено чувствует себя хорошо ты знаешь у них все хорошо плохо значит точно у него что-то там это плохо просто точно такая связь сильная и вообще очень хочется чтобы был ощущаешь это приходит время когда полет человек ощущает полет совершает те же самые поступки но не так трудоемко а легко и изящно и красиво вот я считаю сейчас пришло время когда убиваться не надо убиваться надо ли профессионально легко и красиво сиделось и тогда это будет вообще я помню крестный к нам приехал мы еще жили в вагончике но и столько осваиваться ой нет гектар да ты с ума надо сошла ты зачем это сделала через два года приехала может построили так долго слушать и так здорово то красиво слушай чего мы в городе там живем здесь вот она сама деревенская надо готов сегат или баньку сводим гут мое тело именно этого и хотела но как тут планировать и вот не надрываясь вот это я пожелал как анастасия пишет наслаждаться сотворенный вот этот главный имеет разговаривать со своим телом и телом и растениями и миром порой залить почему именно с тобой почему в данный момент это с тобой произошло даже споткнулся ты подумай начните мысли было неправильно или ком-то плохо подумал или еще что-то то есть научиться отслеживание а вот именно природе городе так это незаметно что так город в городе у меня все время такое представляешь слишком много энергии вокруг вот этого мешающего здесь чуть-чуть высвобождаешься и уже начинаешь более тонко что-то на тебя влияет куда-то тянет у нас правда вот многие замечали такой интересный момент мы обсуждали вроде когда ты в городе я вот жил я как-то не обращал внимание на то что еду в торговый центр что я там устаю а когда я вот здесь начал жить то есть для меня съездить вот ну там например там супермаркет владимир высаживает энергии к чему-то очень сильно какая чувствительность выросла я мы подъезжаем володя идет магазин я сижу в этом хотя вроде голос женщин должна быть там нет на так настолько не интересно сейчас люди жевать стали заходишь этот центр без маски слова не скажут уже нужно кушались и сейчас уже до как накушали что просто мы все равно ищет системы научить по системы еще сильно спасибо вам большое еще раз на то что мы были бы рады кому-то на пользу будет принесла я уверен что это будет очень полезно на самом деле любой опыт до полезен и вы огромную работу проделали она видно она очевидна вот вы накопили опыт и этот опыт конечно надо передавать как мы сегодня обсуждали вот я вам очень благодарен думаю очень благодарна что вы согласились нас принять все таки это довольно много времени на ваше труды и вообще бесценно я смотрела все ваши видео по нескольку раз мне так это все интересно действительно у каждого свое каждый подход удивительный дует у саши мне понравилось вот это у другого саша соболя мне понравилось вот это надо себе применить ну да забавно чтобы даже в общем-то будьте соседями зачастую не знаю что друг у друга мы зачастую даже не знаю кто по специальности наши соседи вот я вначале говорил давайте мы какие-то анкеты ну скажем бывает иногда ветеринару есть оказывается у нас тут тут их несколько человек врачи у нас тоже не с чем можно вопрос задать а мы куда-то едем или что-то починить оказывается это можно мы не знаем о друге ничего мало вернее да к сожалению да это про годы требуется я бы сказал что очень важно это реально уже на пенсии но своими силами осилими сделали дело за мало продолжать да вот пусть были люди приходили родственники тоже думали ну слава богу меньше племянница есть у ним она тоже многодетный к нам приезжают думаю чужим людям не уйдет ну даже если уйдет то есть на пользу хорошим людям если своими надо но вообще конечно то что тут матра ответственность взяли за кусочек земли за свою малую родину и несем ее это очень важно потому что вот она конкретно и патриотизм это и любовь и творчество и здоровье все что все все что связано с этим всех благодарим всех операторов фотографов и так далее целая толпа тут всем спасибо вообще каждый раз мне хочется под конец сказать что мы все-таки не до конца ощущаем всю прелесть все не до конца нашего круга нет мы привыкаем порой к вещам которые что насколько благоприятные каждое мгновение надо чувствовать но мне кстати желаем близко то что володя говорит я тоже считаю что человек вообще такая схотина так ну грубо скажу да что он вот привыкает вот одуванчик растет он считает что это норма а это же чудо одуванчик это чудо что он вырос и каждый твой вдох чудо ну ну мы действительно так вот не будешь же плакать каждую секунду когда увидел там одуванчик или еще что-то то есть это тоже вроде нормально но с другой стороны надо жить вот конечно с ощущением радости и поводов-то для него много ой что-то поводов кредит и вы что к нему не должна распуститься черемуха идет точно распустила завтра наверно поезда это вишни раскроется точно и прям ожидаемое какое-то чудо так ну что саша тут убежал там по делам еще заснял после слове а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok